Много ли в магазинах поддельного мяса и молока? Те исследования, которые мы проводили, допустим, 203 пробы молочной продукции, 78 положительных, то есть 38,4% говорит о том, что из 43 образцов мясной продукции в 18 образцах признаки фальсификации. То есть 38% молочных продуктов на полках в магазинах – это подделка, почти половина мясной продукции тоже фальсификат. А как подделывают эти продукты? Молочную продукцию фальсифицируют прежде всего растительными маслами. Если брать колбасы, то это соя, крахмал, это различные химические вещества, добавки, которые удерживают воду. Это даже излишки соли и так далее. Как отличить подделку от настоящего продукта? На что обращать внимание? К сожалению, отличить подделку можно только по цене. Так, например, сливочное масло не может стоить меньше 400 рублей за килограмм. Минимальная стоимость килограммовой палки докторской колбасы – 380 рублей. А еще эксперты советуют обращать внимание на упаковку. Она должна быть целой. Прочитайте маркировку. Лучше всего отдавать предпочтение местным производителям, например, минусинским или ужурским. К ним меньше всего претензий. Чем опасна поддельная продукция для здоровья? Замена растительных жиров, молочных жиров растительными жирами представляет на самом деле угрозу жизни и здоровью. Посредством того, что масло это не имеет той ценности, способствует распространению таких заболеваний, как рахит, ряда других заболеваний. То есть уже на законодательном уровне есть судебное решение, что признано, что такая продукция является некачественной и опасной. А как обстоят дела с качеством круп? Гречки, риса, пшена? Здесь тоже не все хорошо. В 2018 году доля некачественных круп выросла в два раза. Более трех тонн зерна пришлось уничтожить, они не прошли проверку специалистов. Поэтому будьте внимательны и не экспериментируйте. Лучше всего отдать предпочтение производителям, которые давно на рынке. Софья Питеркина, Владимир Антонов, Новости ТВК.